Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Всем привет из Канады, из солнечной Канады. У нас сегодня прекрасный солнечный осенний день, снова. Но сегодня будем говорить о покупках и о том, что стоит покупать, не стоит покупать. Вернее, даже не так, о тех вещах, которые я купила и теперь жалею. Ну, все, кто меня смотрит, девочки, а кто первый раз у меня на канале, то вы, наверное, знаете, что я совсем не минималист. Я, скорее, даже шопоголик, я люблю покупки, я люблю шопинг, я покупаю очень много, иногда очень спонтанно, иногда не подумав. И, естественно, как результат, вот такая вот ситуация, что есть вещи, которые я покупаю, а потом жалею о том, что я купила. Но речь не только об одежде, кстати. Я вам сейчас расскажу, о чем вообще речь и о тех покупках, которые я сделала, и, наверное, их не стоило бы делать. Значит, давайте начнем с одежды. Первым пунктом у меня идет одежда, которую я купила. Это одежда, которая мне слегка маловато, или, как называется, это одежда, которая куплена на похудение. У вас, наверное, у всех бывали такие ситуации, что вы, приходя в магазин, и вам что-то очень нравится, и вы примеряете эту вещь, и хорошая цена, и ваш цвет, и все такое, и, в общем-то, фасон вам подходит. Один маленький-маленький недостаток, что эта вещь вам немножечко маловато. Не так, что совсем, там, прям, знаете, на размер на два. Это понятно уже, это вряд ли кто-то станет покупать такую вещь. А есть такие вещи, которые, ну вот чуть-чуть, ну вот я кило сброшу, два, и я смогу ее спокойно носить, эту вещь. И вам очень хочется. И вы прям вот подумаешь, разве трудно сбросить килограмм? Ну, а все мы знаем, что килограмм сбросить не то, что трудно, а практически вообще бывает невозможно. Вот у меня, например, в последнее время только все идет в плюс, а в минус как-то я совсем, не уходит ничего, как я не пытаюсь. И вот у меня в шкафу есть много вещей. Немного, нет, немного. Я не страдаю этим очень сильно, как бы я отдаю себе отчет, что это, в общем-то, дорога ведущая никуда, в никуда, в гиблый номер. Но, тем не менее, есть у меня вещи, которые мне очень понравилась какая-то вещь, и я вот решила, что ну вот, 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 вот столько мне надо вот сбросить, и тогда я смогу ее носить. Я ее покупаю, приношу домой, вешаю в шкаф, и она висит, висит и висит, потому что сбросить у меня ничего не получается. Второй пункт того, что, как бы, входит в список вещей, которые я жалею, что купила, это, конечно же, вещи, вещи, которые я покупаю на большой распродаже, на большом сейле. Опять же, наверное, знакомая для вас всех ситуация, вы приходите в магазин или онлайн, и тут большая распродажа, и цены такие, что называется, нельзя оставить. В общем-то, вам эта вещь не нужна, и даже, может быть, она вам не очень нравится. И даже вы понимаете, что вы, скорее всего, наверное, может быть, не будете ее носить, потому что у нее не очень хорошие качества, не совсем ваш фасон, вообще совсем не ваш цвет. Или, опять же, повторюсь, банально, она вам вообще совершенно не нужна, но такая цена, что вы думаете, ну, куплю, и я что-нибудь придумаю. Я, может быть, здесь отрежу, здесь пришью, может быть, переделаю, буду ее носить на что-то, под что-то, с чем-то, вот, может быть, она подойдет мне к чему-то, что у меня висит в шкафу, или чего-то, что я куплю. Ну, потому что, ну, 5 долларов, ну, как же не купить, да? И вы приносите эту вещь домой, и она у вас висит, вы ее не носите. И вот такая ситуация, что действительно, ну, как бы 5 долларов, ну, выбросили 5 долларов, ну, подумаешь, ерунда, даже 10. Но если вы покупаете 5 вещей по 5 долларов, то это уже 25. А если 10, то это уже 50. Ну, у меня нету, если честно, у меня нету такого количества вещей, вот, откровенно, я буду с вами откровенна, что если я посмотрю свой шкаф, я не скажу, что у меня есть такое количество вещей, которые я купила только потому, что они были за очень хорошую цену, но я как бы знала, что я, это не совсем моя вещь. То есть, ну, в принципе, они есть. Кроме того, что вы выбрасываете деньги на ветер, вы понимаете, эта вещь висит у вас в шкафу, под нее нужна вешалка, она занимает место в шкафу, она усложняет вам нахождение вещей, которые вы хотите надеть. Вот вы смотрите ваш шкаф, начинаете листать, это ерунда, 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 это я зачем, зачем я это купила, ой-ой-ой, и вот так вот раз, раз, раз. И, в общем-то, она создает для вас проблемы. То есть, мало того, что вы потратили на нее деньги, хоть и немалые, но вы купили себе, в общем-то, создали себе проблему. Вещь, которая занимает у вас место и которая вам совершенно не нужна и просто она вам мешает. Следующий пункт моей программы, это уже третий, у меня тут записи, поэтому я подглядываю, это вещи очень дорогие. То есть, это обратная сторона, очень дешевые вещи на очень большой распродаже не стоят, я жалею, что я купила. Есть вещи очень дорогие, которые я тоже купила и которые я, понимаете, вот иногда бывает, что я вообще стараюсь не покупать очень дорогие вещи, я вообще королева сейлов и распродаж, я вообще не покупаю ничего за полную цену, почти ничего. Я стараюсь купить вещи на сейле, чтобы как бы не переплачивать, потому что первоначальная цена, любые вещи в любом магазине, даже в масс-маркете, она ужасно завышена. И какая вещь не стоит того, чтобы за нее платить такие деньги, потому что с обестоимостью, вы понимаете, копеечная и, в общем-то, ну, не стоят вещи того, чтобы покупать их за полную цену. Но иногда очень хочется, иногда вы смотрите на вещь и вы понимаете, хорошее качество, прекрасный состав, вам очень идет. Но абсолютно ваша вещь, красивая, хорошая вещь, но стоит намного выше вашего бюджета. И вы решаетесь, и вы покупаете, и вы приносите ее домой, и вы счастливы какое-то время с этой вещью. И она очень долго у вас висит в шкафу, по причине того, что она стоила столько, что выбросить ее жалко. Не всегда это брендовые вещи какие-то, ну, то есть, допустим, брендовую хорошую вещь можно перепродать. А вот когда вещь не очень брендовая, то, в принципе, вы ее можете перепродать за копейки. Но все равно, вы потеряли эти деньги практически. То есть, есть у меня вещи дорогие, которые я купила, вот, потому что мне очень они понравились, очень захотелось. Но теперь я жалею, потому что я понимаю, что я могла бы без них обойтись. И как бы, ну, понимаете, вещь эта радует вас в течение какого-то времени, а потом она повисает в шкафу. И она радует вас не больше, чем вещь, которую вы, вещь, которую вы купили за 500 долларов, или вещь, которую вы купили за 50 долларов. Они примерно становятся в одинаковой пропорции и вас радуют. И вы примерно так же носите эту вещь, одну и другую. Следующий пункт – это я жалею о том, что покупала, например, много вещей, которые были в очень тренде. И вы знаете, что вещь, которая очень в тренде – это такая вещь-однодневка. То есть, она заходит в тренд, и все ее носят, и все прям сходят с ума. И вы обязательно, все блогеры, все ютюберы, все в инстаграме, все ходят в этой вещи, и все ходят в этих вещах подобных и похожих. Это может быть сумка, это может быть платье, это может быть обувь, это может быть все, что угодно. И вам очень нравится она, и вам очень нравится этот тренд. И вы начинаете покупать вещи, вот еще одну, еще одну такую, потому что вам она нравится. Это не просто потому, что вы раб этого. Вы действительно это любите. Я вам приведу пример. Например, я очень люблю вышивку на вещах, обожаю. мне очень нравится вышивка одно время это было страшно в моде одно время был год или два или три, я уже не помню, по-моему, два сезона или что-то такое, что было очень модно джинсы с вышивкой причем вот, например, в Заре их было неимоверное количество разнообразные, причем такая красивая вышивка, она просто была художественная знаете, вот на штанине здесь сбоку и цветочки, и какие-то драконы, и звезды там и в общем все вот это вот я купила вот не знаю сколько пар этих джинс потому что мне действительно они очень нравились и вот сейчас они у меня лежат у меня рука не поднимается их выбросить потому что они, раз, очень красивые два, они мне до сих пор нравятся, три я надеюсь, что этот тренд вернется, потому что тренды очень часто возвращаются в моду и в принципе я как бы не то, что я не могу их носить, потому что я прям такой я не могу носить вещь, которая прям не в тренде, понимаете но я ношу их практически не ношу, я иногда надеваю их, но очень редко, потому что ну вот как-то это вот не модно сейчас, вроде как это уже вышло из моды, не трендово, не очень трендово, может быть они полежат еще несколько лет и станут, знаете, мы забудем про то, что это было тренд, это просто будут красивые джинсы с вышивкой, я начну их снова носить но не знаю, ну вот такая вот ситуация, что вот с трендами что нельзя покупать много очень трендовых вещей потому что они очень быстро выходят из моды и просто становятся, в общем-то, каким-то таким мертвым грузом лежат у вас в шкафу еще одна проблема, вещь, которую я жалею, что я купила это вещи, которые похожи в фасоны между собой похожи в расцветки знаете, у каждого человека есть свои приоритеты вот я люблю такой фасон я люблю такую расцветку, я очень люблю горошек я люблю, допустим, приталенные красивые платья какие-то, в общем-то, похожие цвета ну вот мне нравятся одинаковые вещи не одинаковые, но похожие естественно, я, когда вижу такую вещь в магазине я тянусь к ней, потому что это то, что я люблю это то, что мне нравится но я знаю, что у меня есть похожая вещь такая ну, допустим, немножко другого оттенка или немножко другого цвета или это немножко какой-то не знаю, там, ну чуть-чуть не такое но в принципе они похожи ну, в общем, вы понимаете мою мысль что не нужно много одинаковых вещей похожего фасона, похожего предназначения например, что это пальто синее пальто их может быть два разного оттенка светло-синяй, темно-синяй но их не нужно пять например, разных чуть-чуть оттенков у меня нету, я как пример привожу я просто рассказываю как бы, что вот есть у меня несколько вещей которые я покупала потому что очень мне нравится этот фасон и этот цвет, они похожи между собой вот они у меня висят потому что я все равно ношу какую-то одну из них которая мне больше нравится еще один пункт это, вы знаете, что я люблю очень секонд-хенд я очень люблю покупать в секонде именно украшения пояса, вот аксессуары, так скажем и зачастую я покупаю вещь какую-то что вот опять же мне очень нравится но потом я прихожу домой и я начинаю ее носить я наделаю раз-другой а в секонде это вещи не новые довольно много ношеные иногда бывает то есть не самого лучшего качества не всегда и вот у меня было несколько вещей которые я покупала в секонде и потом через пару раз что я ее надевала это, допустим, бусы у меня рассыпались или сережки ломался замок ну вот эта вот штучка, которую в ухо вставляете или что-то подобное потому что, в принципе, там вещи, конечно, ну, уже такие пожившие, скажем так и вот, да, есть у меня такие вещи которые, украшения основаны секонда которые лежат пару поясов, которые я купила а потом с него начала там слезать эта кожа опять же, это небольшие деньги в секонде украшения и аксессуары стоят довольно дешево но тем не менее, вот они валяются просто их надо собрать и выбросить но у меня не поднимается рука, например потому что там очень красивые камни в этих серьгах какие-то стразы или в тех же бусах я думаю, может быть, я что-то переделаю хотя у меня руки две левые я особенно не занимаюсь переделками но тем не менее, я все надеюсь что думаю, может быть, я вот соберусь и пущу их в дело или тот же пояс я сниму пряжку очень красивая пряжка я ее надену на какой-то другой пояс но это не случается никогда и вот они мне так вот лежат такой вот кучкой, знаете моя guilty pleasure это та вещь, которую я купила которая уже не работает у меня рука не поднимается их выбросить а следующий пункт это, конечно же, неудобная обувь, девочки ну, все вы знаете, конечно же, о том что любой шопоголик когда видит очень красивую обувь у него отбиваются мозги и он часто не думает о том что он не сможет ее носить что она абсолютно неносибельна что это вещь, которая вам не будет служить потому что вы не можете ее носить и есть у меня, конечно, такой набор обуви несколько пар которые я купила в угаре, так сказать в тумане шопоголизма потому что они очень красивые очень красиво сидят на ноге примерившие их я, в общем-то, не всегда почувствовала сразу не всегда с обувью вы можете почувствовать сразу что эта обувь не очень удобная но есть такие, что я, да, я подумала что-то они тут как-то узковаты каблук высоковат ну, ладно, я уж как-нибудь я в них буду сидеть, да но такая обувь, конечно, стоит без дела я, конечно, ее не ношу иногда куда-то надеваю ну, буквально, вот, знаете надеваю и жалею о том, что надела а если мне нужно где-то я иду, где мне нужно ходить я, конечно, вообще такую обувь никогда не надену есть моменты, что я знаю, что я, допустим, иду куда-то в ресторан и я там буду сидеть и, вот, выйду из машины зайду в ресторан, сяду и буду в них сидеть на такой случай они, в общем-то, еще как-то пригодны и то, вы же не сидите ну, вы, когда-то, вам нужно пойти встать пойти в туалет, например, пройти или еще куда-то я даже говорю не о той обуви, что вы не можете ее долго носить я говорю об обуви, которой вообще, в принципе в ней можете только фактически сидеть это даже не важен бренд у меня были очень брендовые восстановки которые я вот так вот купила и в них даже сидеть было больно но не важно так вот, даже если в принципе, хоть раз или два или три вы их надели но все равно они у вас стоят потому что таких случаев, что вы можете надеть такую обувь, когда у вас, в принципе вам не нужно ходить в ней вообще никак то это очень-очень редкие такие случаи всегда можно найти что-то, что более удобное что, собственно, и происходит со мной у меня всегда тянется рука к обуви потому что я думаю, а вдруг мы не сможем запарковать машину прямо рядом с рестораном да, и нужно будет пройти пешком или там еще что-то то есть, в общем, ну как бы все равно даже если вы можете предположить, что вы когда-никогда ее наденете то это не происходит или происходит настолько редко, что это действительно не стоило то же самое, кстати, с очень маленькими сумками вот это я вообще перестала покупать то есть, у меня есть несколько сумочек у меня есть определенный критерий, что в эту сумку должен влезать мой телефон если в сумку не влезает телефон все остальное я как-то могу перекантоваться я могу положить парочку кредитных карточек мне даже иногда не нужен кошелек я просто кладу кредитные карточки очки, например, вот без чехла они тогда меньше места занимают и что еще там ключи от машины ну как правило, если это какая-то на выход то я иду с мужем он держит ключи при себе помаду, вот что-то такое то есть сумочка может быть довольно маленькая но если в нее не влезает мой телефон то какая бы она ни была красивая прекрасная, замечательная на хорошую цену я ее не куплю потому что я знаю, что это вообще никогда я ее не возьму с собой в руки потому что без телефона я вообще никуда никогда не ухожу но есть у меня несколько сумок которые я не удержалась и купила вот именно такой, знаете, необычной формы какие-то треугольные или какая-то, знаете, шар вот было очень модно какое-то время она вся в стразах, безумно красивая но у нее тупо телефон, когда вы кладете он мне застегивается все, она лежит у меня мертвая никогда никуда я ее не брала с собой лежит с этикеткой нижнее белье красивое, кружевное нижнее белье это вообще такая тема наверное, все девочки в свое время как бы поддавались на этот соблазн потому что мы девочки такие девочки что мы видим красивые кружавчики там, оборочки ну и представляем, как это все будет аппетитно у нас выглядеть и, значит, планка падает но неудобное белье никогда не носится а лежит в шкафу и занимает место выбросить рука не поднимается иногда с этикеткой сдать вам вообще невозможно белье нижнее, как правило и это вообще такое, знаете, большое ноу-ноу я сделала эту ошибку несколько раз и я очень жалею о том, что я его купила потому что, как бы, она не выглядела красиво но если это не будет носиться то красиво лежать в шкафу это никому не нужно плюс деньги потрачены плюс, опять же, место плюс угрызение совести когда вы видите эту вещь и знаете, что вы потратили на нее деньги и вот она лежит и абсолютно не используется зачем вам это надо смотреть на вещь которая вызывает в вас ну, отрицательные эмоции скажем так угрызение совести косметика и крем который я вот знаете, иногда такой порыв вот вы видите где-то у кого-то у блогеров или где-то вот крем, который вот косметика скорее всего обычно это уходовая косметика и вам кажется что вот она вот вас вам вернет вашу молодость сделает вас молодой и красивой снова вы, значит, видите эту баночку тут она попадает вам в магазине да еще на сейле да еще за хорошую цену да еще какая-то акция что купив этот крем вы получаете там бесплатную помаду или что-то такое, значит и вот она и вы решаетесь на эту покупку вы покупаете этот крем а я, если честно сказать это не для всех не все, конечно но мой такой личный опыт я вообще я вообще у меня минимальное количество уходовой косметики которой я пользуюсь минимально и лишние какие-то маски или что-то такое я никогда ими не даже если покупаю никогда ими не пользуюсь потому что у меня нет времени я ленюсь я ну как бы ну я минималист в уходовой косметике и поэтому получается что купивши такую вещь опять же они обычно не очень дешевые опять же у них есть срок годности никак крем не может стоять там очень долго то есть вы купили это не одежда которая висит-висит вдруг в один прекрасный день вы решили что вы можете ее носить если она вам еще подходит вот вдруг вы купили юбку и вдруг эта кофточка которая висела и не нужна вам была вдруг кажется что вот они прямо мэч и мэч и как прекрасно нашли друг друга крем нет он постоял какое-то время и все его надо выбрасывать он не может долго стоять поэтому это совершенно выброшенная вещь выброшенные деньги, и я очень жалею о таких покупках. Еще одно мое сожаление, это уже не об одежде, не о вещах, это еда в больших упаковках. Везде, наверное, существуют магазины, вот в Канаде, в Америке есть, например, такой магазин, который называется Костка, где продается еда в очень больших упаковках, за счет этого она немножко дешевле, и поэтому вот такой соблазн, понимаете, вы вроде как экономите, вы вроде как экономите, но вы вроде как, получается, что и нет. Вы приносите ее домой, вы покупаете большую вот эту вот упаковку, вы забиваете ей пол холодильника, это раз, место. Вы потратили на нее все-таки больше денег, чем если бы вы купили, например, одну банку консервов, или вы купили 10, понимаете, или 5. Вы все равно потратили больше денег. В результате она у вас лежит, ну, консервы может не самый лучший пример, потому что консервы могут лежать долго, а вот есть какие-то продукты, которые вы купили, потому что в надежде что вы сэкономите на этом, в результате никто не ест. У меня в семье, знаете, мы с мужем вечно такие на диете, типа, а дети у меня очень переборливы в еде, и если им что-то не нравится, они не будут это есть ни за что. И вот я покупаю большую упаковку в надежде, что мои дети это будут кушать, и вот я смогу им приготовить из этого, значит, раз, другой, третий, кладу в морозильник, они попробовали, фу, им не нравится, им не вкусно, они это есть не будут. Для меня это тоже, например, не еда, потому что там, например, много калорий, много жирного, много мучного, много сладкого. Муж мой тоже такой не ест, естественно, и вот оно лежит, лежит, лежит. В результате деньги потрачены, толку никакого, место занято в холодильнике, и все выбрасывается, идет на выброс, потому что вот, то есть, я, кстати, перестала это делать, я перестала это делать, я перестала, потому что я вижу, что это не работает для нашей семьи, для нашей семьи именно, вот. Так что вот я перестала покупать большие упаковки еды. Еще один момент, это много декора для дома. Я вообще очень люблю свой дом, у меня, ну, вот даже вы видите, да, у меня по всем стенкам картины, вазочки, свечки какие-то, коробочки, цветочки и так далее. Я люблю это делать, у меня очень много таких вещей в доме. И есть у нас магазины, которые вы заходите, и вам хочется все купить. Там так все красиво, просто невозможно. Ну, такая просто, знаете, ну, вот, ой, и это хочу, и это хочу, и это хочу. И вот мы особенно, когда переехали в этот дом, он довольно большой, и тут есть много места, стен полно пустых еще до сих пор, как вы видите. И я, значит, носилась по всем этим магазинам, и покупала и такую вазочку, и такую, и картинку, и картинку. И, в общем-то говоря, теперь я немножко жалею об этом, потому что, если честно, у меня немножко поменялся вкус. И я теперь смотрю, думаю, что немножко это тумач, надо бы немножко поснимать, поубирать. И, в общем-то, как бы не совсем это хорошо смотрится. Я стала меньше, как бы, больше люблю свободное пространство в доме, чем чтобы все было заставлено в вазочках. И в каких-то коробочках, и в каких-то шкатулочках. Мне это не совсем нравится сейчас. Подушечки там, и все вот это вот. Поэтому я... Но они у меня уже есть. Я уже их купила. Я, конечно, могу их всех собрать, отнести в бейсмент, и спрятать. Или даже в секонд-хенд сдать. Но, опять же, вот было куплено, стоит, просто, ну, как бы, вот, ну, стоит и стоит. Все. Хотя я смотрю на это и думаю, нафига вот стоит пыль собирать, да? Что называется. Вот. Вот такие вот, девочки, у меня пункты. Я не помню, сколько, не сосчитала. Но вот это мои вещи, которые я жалею, что я купила в свое время. И постараюсь, наверное, больше не покупать. Пишите ваше мнение в комментариях, есть ли у вас вещи, которые вы жалеете, что вы купили, или что вы, как бы, делаете с ними, или вы храните их дома, или вы как-то избавляетесь от них. А на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, если вы еще не поставили. С вами была ваша Дита из Канады. Люблю, целую. Пока-пока-бай.